Я вынуждена поддержать организаторов и выступить вот с таким докладом, который касается особенностей правовой культуры в России. Поэтому вы меня простите, что я построю свое выступление немножко в смысле постановки вопросов, касающихся именно правовой культуры общества и такой специфической правовой группы, как профессиональные юристы. Поэтому как раз вот сочетание правовая культура, в отличие от культуры и права, я полагаю возможным к существованию как разновидность культуры, да. И соответственно под правовой культурой я позволю себе определить совокупность всех ценностей, созданных человечеством в правовой сфере, то есть все знания, понимания этих ценностей и соответственно совершение поступков, в соответствии с которыми в целом образуется правосознание такое известное, юристовое понятие, которое как раз отражает окружающего человека правовую действительность. В соответствии с этим правовая культура имеет несколько уровней обобщения, как представляется. В контексте данной сессии мы говорим о культуре общества на общем уровне в целом, да, ну и соответственно о правовой культуре такой особой социальной и профессиональной группы, как юристов. Думаю, что не подлежит обсуждению тезиса, может быть подлежит, не знаю точно, о том, что уровень правовой культуры зависит от того, насколько ценным и значительным для данного общества является право. Это как бы определяет, насколько общество оценивает такое понятие, как правовая культура, у нас, каков ее уговори на данном обществе. Ну и не уходя далеко в историю, обратимся к современной России. Все мы жили в период и были современниками, когда Россия круто изменила ход своего исторического развития. Данный процесс как бы сопровождался хаосом и общественных различных перемен, связанных и с ростом социальных конфликтов, различных коррупционных, соответственно, проявлений, возрастанием преступности, объединением значительной части населения и так далее. Это все нам известно. И вот в этих условиях заметно снизилась правовая профессиональная культура юристов и правовая культура общества в целом. Однако происходившие перемены были вызваны не только процессом распада Советского Союза, но и теми правовыми традициями, которые исторически сложились еще в депутационный советский период остановления государства, как мне представляется. А традиция, если мы к ним обратимся, понимание права, власть, интеллигенции народа в России вообще весьма поучительна. Потому что, например, в Российской империи власти никогда не признавали важности и социальные ценности правовой материи как регулятора общественных отношений. Право относились достаточно пренебрежительно, односторонне. Авторитарный режим с ним просто не считался, так же, как и авторитарный режим при советской власти. Право этих эпох приравнивалось и сводилось к закону. В основном, с интенсия, дураглекс, адлекс, суровый закон, да? Ну, на то он и закон, и это закон. Вот действовало по этому принципу. Столетиями насаждавшееся подобное правовое воспитание властей, пустило достаточно глубокие корни в общественном сознании. И, на мой взгляд, очень серьезно отразилось на правовой культуре. Среди российской интеллигенции немножко другое, более узкое обетовало представление о праве. Оно ассоциировалось не с законом, а в большей степени с правосудием, которое воспринималось как действующее право. И деятельность судов, я не буду приводить примеры, вы знаете прекрасно, многочисленные примеры того, как классиками русской литературы взмеивалась эта деятельность. Правосудие имени носевого лакиты, зяточничество, произволом стало предметом достаточно большого количества уничижительных характеристик, что было совершенно справедливо. Но никто из классиков не отделил право от правосудия и право от закона. Никто из них не сказал ни одного хвалебного слова праву как духовной ценности, как двигателю, благодаря которому общество развивалось по пути гуманизмной цивилизации. И такое отношение к праву, соответственно, породило достаточно махровый правовой нигилизм, который доминировал правосуднами общества не только в Российской империи, но и в более поздние периоды развития нашей страны. В эпоху Советского Союза характерными чертами права было наличие неправовых законов с одной стороны и возникновение телефонного права в правосудии с другой. После крушения СССР наступил достаточно тяжелый и продолжительный кризис во всех сферах жизни общества, в том числе в праве и правосудии. И вот анализируя такое современное состояние правовой культуры, мне хотелось бы обозначить для дискуссии несколько вопросов. Первый из них касается правовой культуры российского общества в целом. За сравнительно небольшой срок Россия прошла значительный путь. Не все было гладко и продуктивно, как хотелось бы, но, тем не менее, достаточно много позитивного было сделано. Однако в последние десятилетия все более ощущается и проявляется проблема низкой правовой культуры общества. Мне представляется, что данное обстоятельство указывает на допущенную методологическую ошибку при осуществлении реформ в конце 20-21 века, датки, которые мы наблюдаем непосредственно. То есть смена общественного и государственного строя должна была сопровождаться проведением правовой реформы. Так как в период сельской власти права оставались в рамках, ну, фактически средневекового феодализма не только по форме, но и по своей сути. Нужно было выстроить новый правовой фундамент, определиться с принципами, основными положениями, началами и только потом проводить судебные другие реформы. Это вот первый момент такой, который я предлагаю обсудить. Второй момент касается профессиональной правовой культуры юристов. Далеко не секрет, что в последнее время все чаще стали говорить о перепроизводстве корпуса юристов и недостатке рабочих. На самом деле, хороших юристов не хватает, так же, как и хороших профессиональных рабочих в наше время. Сложно назвать юристами огромное количество людей, которые фактически купили дипломы о высшем профессиональном образовании, в учебных заведениях, которые не обладают ни соответствующей материальной базой, ни соответствующими специалистами. При этом это количество имеет фактически нулевое качество, назвать их юристами достаточно сложно, несмотря на наличие у них соответствующих дипломов. Общество же и государство достаточно долгое время наблюдало за этим несколько безучастно. В последние только год-два Министерство образования предпринимает всевозможные усилия, чтобы сократить количество юридических заведений учебных в высшем. И в этой ситуации очевидно, что создать качественный профессиональный корпус юристов, таким образом, вот идя по пути, как и раздача дипломов юристов, и называют у нас людей юристами, достаточно сложно. Беда еще и в том, что проблема юридического образования, повышение качества образовательного процесса решается не профессионалами юристами, а чиновниками, которые не имеют специально профессиональных знаний, и по сути не понимают вообще, что они реформируют и к чему это может привести. В этой связи решение проблемы правовой культуры оказалось очень сложным. Кроме того, переход юридического образования на европейскую модель, он породил дополнительные сложности в подготовке профессионалов-юристов, так как, например, для получения степени бакалавра юриспруденции, если многие не касаются юридического образования, я вам как специалист скажу, не требуется базового юридического образования. С любым абсолютно образованием может прийти человек получить в степени магистра юриспруденции. То есть, это невозможно в других странах сказать, откуда мы переняли такую чудесную модель, но тем не менее, в ближайшее время мы получим еще дополнительный корпус юристов, уже не с дипломами специалистов, а с дипломами магистров юриспруденции, что гораздо круче в нашем понимании, которые не имеют базового юридического образования. Они могут быть кто угодно, балериной, токарем, пекарем, техническое имеется в виду образование, имея высшее на этой базе, получают спокойно полтора года, ну, как мы говорим, некого позора, да, и ты магистра юриспруденции.